Дорогие друзья, вот мы и подошли к концу нашего короткого, но я надеюсь, очень полезного для вас интеллектуального спринта, который мы назвали «Как не потерять себя». Действительно, риск потерять себя в ситуации стресса, в ситуации неопределенности, а сейчас этой неопределенности будет становиться все больше, сильно увеличивается. Мы действительно можем потерять себя в депрессии, в тревоге, в раздражительности и в значительной степени просто в падении собственной эффективности. Неопределенность – это сейчас будут приметы времени. Мне бы хотелось вам сказать, что в будущем все наладится и все будет хорошо, но сложно ожидать от автора введения в Третью мировую войну, автора Четвертой мировой войны. Я называю в своей книге такого оптимистичного прогноза. Действительно, нас ждут времена, в которых все будет непросто. И справиться с этими вызовами, сохранить себя, пройти через них, став сильнее и лучше, мы сможем только в том случае, если мы работаем со своим мышлением. И первое, что нужно сделать, это, конечно, научиться тут же выявлять когнитивные искажения, которые приводят к ухудшению нашего эмоционального состояния, которые приводят нас в состояние тревоги, раздражительности, в депрессивные переживания. На самом деле таких когнитивных искажений достаточно много. И весь второй модуль, который нам предстоит в рамках нашего курса «Мастер мышления», мы как раз будем заниматься этой группой когнитивных искажений, которая получила название «Стабильность и безопасность». Как мы уже с вами поняли из этого спринта, стабильность – это очень важная составляющая для того, чтобы мы и чувствовали себя хорошо, и могли строить планы на будущее, и могли создавать свое будущее, и могли работать в этом направлении целенаправленно. Но это все сработает только в том случае, если мы не окажемся обмануты своим собственным автоматическим мышлением. На «Мастере мышления» мы не просто учимся думать, не просто учимся обнаруживать когнитивные искажения, мы учимся, самому главному, отличать автоматические мысли, те, которые у нас возникают, по сути дела, сами собой, когда мы оказываемся в тех или иных ситуациях, от мыслей здравых, рациональных, которые являются созидательными и деятельными. То есть те мысли, которые могут вам помочь. Помочь в жизни, добиться успеха в отношениях, в карьере, в взаимодействии с другими людьми и так далее. Эти мысли мы можем сформировать в себе только в том случае, если мы видим когнитивные искажения и не позволяем им влиять на нашу картину мира. Если мы теряем ощущение стабильности, мы теряем ощущение безопасности, мы неизбежно окажемся в ситуации, при которой будем действовать себе во вред. И, к сожалению, я уверен, вы многократно с этим сталкивались, когда видно, что человек буквально своим поведением, своими решениями, своими действиями сам же себе и вредит. Почему это происходит? Именно потому, что у него работают те когнитивные искажения, которые не позволяют ему увидеть, а что является выходом из ситуации, что является решением, на что он должен употребить на самом деле свои силы и к чему он должен стремиться. Решим эту ключевую задачу. Обретем себя, чтобы не терять себя и чтобы у нас было четкое и ясное и понятное ощущение от того, кем мы являемся и что нам нужно для того, чтобы быть эффективными, результативными, социально необходимыми и счастливыми людьми. Поэтому я прощаюсь с вами, да ненадолго надеюсь встретиться на нашем втором модуле «Стабильность и безопасность». Теперь вы знаете, как это важно. «Стабильность и безопасность»